И всем привет! И скорее всего, если вы зашли на этот канал, то вас интересует MySinginMonsters. В этой игре, как и во многих других играх, есть ляпы и ошибки. Чаще всего они представляют из себя небольшие недоработки, однако некоторые ляпы и ошибки бывают, ну, прям очень серьезными. Я решил разобрать их все, потому что, ну кто еще кроме меня будет этим заниматься? Ну а вы сидите и наблюдайте за этим процессом. Вы на канале Space, погнали! Как только мы заходим в игру, нас встречает картинка, которая выглядит так, будто кто-то баловался в фотошопе. Возможно, лицо Карабаса действительно больше, чем Целынка, хотя вряд ли. Но то, что лапага меньше, чем брюшок и зерномех, это вряд ли. Всю игру монстры будут отбрасывать такую тень, будто солнце светит прямо сверху на них. А некоторые монстры, например, как Кустива, отбрасывают тут вообще неправильный тень. Зерномех забил на принципы, и тень не отбрасывает вовсе. Можно ответить на вопрос, откуда у монстров в этой вселенной есть настоящие инструменты. Лампочка в инкубаторе настолько горячая, что может высиживать монстров, хотя слава верится. Монстры никогда не забираются в замок, однако мы не можем их разместить, если в замке недостаточно места. Если немного украсить замок, то в нём сразу же станет много мест. Даже больше, чем в два раза. То же самое касается и других улучшений замка. Кто, чёрт возьми, работает на руднике? Вопрос, на который мы никогда не найдём ответ. Отличие таких блюд, как индейка в Майсимин Монстрс, намекает нам о том, что в мире Майсимин Монстрс, кроме монстров, есть ещё и другие животные. Однако самих индейок мы не видим. Бедный кулды-калабаз. Избалолис должен менять облики в зависимости от времени года, но он меняет их в зависимости от редкости. На острове холода всегда ночь, однако почему он всегда выглядит таким ярким? На острове холода явно потребуется лампочка получше. Мы можем подумать, что монстры научились делать инструменты из дерева. Однако где Клавмане взял свой пианино? Загадка на миллион. С Диджем всё посложнее. Вроде бы у вселенной Майсимин Монстрс электричество всё-таки есть, и это демонстрирует Карабас и остров Гублинов. Однако кто сделал ему оборудование? Непонятно. Редкий зерномех. Это женская версия зерномеха? Почему все редкие просто синхронизированы со своей обычной версией? Такого быть просто не может. Такие монстры, как полизатор и губка, должны замерзать в холодной среде острого холода. Абсолютно все монстры появляются из яиц, что, согласитесь, это довольно странно. А ещё страннее, что эти яйца отлицетворяют самого монстра, то есть могут быть пушистыми и даже с перьями. Очень странно. Остров Голода находится в вечной мерзлоте. Мы ни разу не видели, как на нём падал снег. Это обозначает, что он падал когда-то очень давно, а сейчас его уже нет. Да, это очень странно, но ещё страннее то, что на замке, когда мы заходим на остров Голода, снега нет. Бессовестная тыква решила вырасти в вечной мерзлоте. Ковинт удержит против борга в воздухе, только если он будет состоять из картона. А вот такие вот крылышки не удержат риф в воздухе, даже если он будет состоять из воздуха. Для чего и для кого нужны эти воздушные шары? Никто не знает ответа на этот вопрос. И я не знаю. Время суток бессовестно меняется из-за того, что мы переходим на другой остров. Давайте дадим ему Данчику бейсболку, чтобы он ничего не видел. Давайте приколу дадим у столоса наушники. Давайте дадим лопаке жёлтые очки, чтобы у неё начались проблемы со зрением. Я уже начинаю сомневаться в том, что у трассировщиков монстров только доброе намерение. Я знаю, что я уже задолбал, однако откуда у помпом помпона? По всему острову воздуха развешаны вот такие вот трубки, единственное назначение которых существовать. Ох, сейчас начнётся. В том же самом острове космоса в Down of Fire физика космоса заблюдена, а на острове воды нет. Господи, нет птицы под водой? Я надеюсь, это был единичный случай. А, не, я всё понял. Спасибо, до свидания. По необъяснимой причине всё дерево под водой так ещё и не размокло. Я тоже хочу, чтобы мои барабаны под водой звучали так же, как и на суше. По необъяснимой причине, железный замок под водой не ржавеет. Зачем титану на острове воды плавательная трубка? Трубка нужна для того, чтобы дышать, чтобы она находилась над водой, а она у него находится в воде. Недоработка. Отсылка на спанч-бобо. Вода под водой. Заяц выдыхает пузыри под водой. А, например, кустива? Нет. То же самое можно сказать и про зелунку. Идсорокатакта имеет панцирь и щупальца. Редкий пропиборг летает. Почему? Не знает никто. Я думаю, даже разработчик это сам не додумал. Дипстеры смогли прорваться головами через каменистую почву на острове Земли. Остров Земли, а по факту остров огня. Любые деревья растут абсолютно на любых островах. На острове Земли они вообще не должны расти. Но, как вы видите, спокойно растут. Ну а тут вообще трава растет прямо возле уха колоссального титана. В самом горячем месте острова Земли. Остров Земли по факту должен называться остров Камня. Учитывая то, что каждый остров назван через свои стихии. Однако, увы, нет. Увы, климат островов так резко менялся. Между ними должно быть хотя бы достаточно большое расстояние. Которого мы не наблюдаем. Мы наблюдаем, что острова воздуха, Земли и растений расположены вообще почти вплотную. А это очень странно. Как же я устал делать это видео. А на этапе монтажа я еще и узнал, что я, можно сказать, украл это видео у чувака с ником Корпорация Игр. Челу лет реально немного, но я хочу, чтобы вы зашли на его канал и подписались на него или хотя бы поставили лайк. Ну это так, дань уважения за то, что я, можно сказать, его ролик своровал. Хотя я не знал об этом. Ну, я могу сказать еще, что, ну, всем удачи, всем пока. Это только первая часть, потом будут еще. Желаю удачи в игре. Субтитры сделал DimaTorzok